Традиционно в Новый год мы вступаем с надеждами на изменения к лучшему. Это касается в том числе и рынка недвижимости. В последние годы там наблюдалась тенденция роста цен во всех сегментах. Наша съемочная группа выяснила, можно ли ждать изменений данного тренда. Стоимость жилья за последние 2-3 года заметно подросла по всей стране. Тверская область не исключение. Сначала подскочили в цене стройматериалы, затем льготная ипотека спровоцировала и застройщиков, и обладателей вторички поднять ценники. На ситуацию повлияла и спецоперация на Украине, когда люди, желая сохранить сбережения, стали покупать квартиры и дома. Свою лепту внесло ипотечное кредитование по сниженным ставкам. В прошлом году из-за отсутствия спроса на недвижимость застройщики и банки, они как теперь уже партнеры, выдвинули программу о ипотечном кредитовании по сниженным ставкам. Как заложить банковский процент, который не хочется терять в цену? Цена на недвижимость новостроек, как правило, подорожала на 25-30%. Однако теперь, с завершением программ по этим около нулевым ставкам, рост цены новостройки должен не только прекратиться, но и наоборот. Весьма вероятен обратный тренд, уверена Наталья Богоевленская. С тем, что недвижимость как минимум прекратит дорожать, согласны и экономисты, дело в целом в ряде факторов. Во-первых, застройщики понимают, что денег у граждан становится все меньше, а продавать, тем не менее, надо. Парадоксально, но повлияет на ситуацию и сокращение предложения на рынке. Вроде бы при сокращении предложения на рынке недвижимости цена должна расти. Но при условии, что спрос под влиянием выше названных факторов будет у нас сокращаться, скорее мы будем наблюдать с вами тренд снижения цены недвижимости. Правда, какого-то резкого снижения цены недвижимости ожидать не стоит. Продолжение следует...